Toyota Highlander четвертого поколения будет представлен в России летом 2020 года. Сама модель справила премьеру за океаном еще год назад. Но живые автомобили американским дилерам начали отгружать совсем недавно. А теперь на очереди российские и европейские варианты Highlander. Для России предназначены только полноприводные модификации. Единственный заявленный мотор V6 бензиновый атмосферный. Специально для нас его дефорсировали до 249 сил, хотя крутящий момент остался неизменным. Коробка передач – восьмиступенчатый автомат. Система полнопривода аналогична той, что дебютировала на свежем RAV4. Задние колеса имеют индивидуальные многодисковые муфты, благодаря чему реализовано управление вектором тяги. Вдобавок на карданном валу установлены кулачковые муфты, которые полностью отключают его при движении по шоссе. Комплектации и цены ожидаются перед стартом продаж. Но уже известно, что наша версия получит продвинутый пакет систем активной безопасности. В него войдут интеллектуальный круиз-контроль, системы автоторможения и распознавания дорожных знаков. В списке опций заявлена виртуальная панель приборов, проекционный дисплей, аудиосистема JBL, а также полный зимний пакет и светодиодная оптика. Из интересных позиций отметим панорамную крышу, оснащенную электроприводом. Раньше на машинах для нашего рынка такой не было. Параллельно Toyota объявила, что Highlander выйдет на европейский рынок, где модель еще не продавалась. Правда, если наши автосалоны получат кроссоверы через месяц-другой, то клиентам из старого света придется дожидаться следующего года. В Европу завезут только гибрид. Ему полагается атмосферная четверка, работающая по циклу Аткинсона, плюс пара электромоторов по одному на каждой оси. Батарея упрятана под вторым рядом сидений. На всех рынках по нашу сторону Атлантики Highlander будет семиместным. В США же число посадочных мест равняется восьми. Кроме того, для евроверсии заготовлен только трехместный диван второго ряда. Хотя американцам по заказу доступна пара раздельных сидений. Напомним, что со сменой поколения Highlander стал почти на 7 сантиметров длиннее. Притом вся прибавка пришлась на заднюю часть салона. Также модель переехала на глобальную архитектуру TNGA. Смена платформы позволила улучшить все ключевые характеристики. От ездового комфорта и управляемости до безопасности и шумоизоляции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова